Я прочла резюме. Думаю, что я могу взять к себе на кухню такого перспективного работника. Честно говоря, вообще не понимаю, почему в Мане они ценят такие кадры. Это мои контакты на всякий случай. А так я позвоню вам через пару дней, мы обо всем договоримся. Доброе утро, Виктор Петрович. Доброе. Я смотрю, вы персонал по объявлению набираете. Вы бы лучше табличку у метро поставили. Там проходимость профессиональных поваров выше. Посмотрите, в этом нет необходимости. Ко мне уже пришло несколько отличных поваров. И некоторые из них работают в достойных ресторанах. С каких пор чебуречные стали достойными ресторанами? Ну, если вы считаете свой ресторан чебуречный, то... Не смешите меня. Я съем свой колпак, если узнаю, что кто-то из моих ходил к вам. Ага. Тогда приятного аппетита. А вот еще что. Если вдруг вам будет нужна работа, то, пожалуйста, милости просим. Благодарю. Я обязательно воспользуюсь вашей любезностью. Прекрасно. Я же сказал средней прожарки, бедствороч. Переделай. Быстрее, девочки, двигаемся. Прикосе готово? Да. Десять минут, шеф. Много? Три минуты. Ты что здесь шляешься? Мне что, делать нечего? Нет, я... Ой! Максим Леонидович, я этикетки с бананов отклеил. Что дальше делать? Что дальше? На колени. Ты молодец, Витька. Витюшенька. Мой огузок. Огузок? Ты что, совсем охренел? Ты что здесь дрыхнешь? Шеф, я... Ну, я это прилег на пять минут. Заснуть. Всю ночь не мог. Акклиматизация, наверное. Макс, я пошел. Ты со мной? Давай, давай, Костян, я побуду. Побуду еще. Давай. Спасибо. Какая к черту акклиматизация? Здесь не ночлежка, работа. Шеф, ну, вы все равно мне готовить не даете. А этикетки от бананов я уже на целый месяц вперед отклеил. Хорошо. Хочешь готовить, будешь готовить. Внимание! Сегодня обед для персонала готовит наша Гузова. Это очень ответственное задание. Если им не понравится, они останутся голодными, я им разрешу съесть тебя. Понял? Я так мечтал о том дне, когда я начну готовить. Блин, ну почему он настал именно сегодня? Ну, ты доволен? Я очень рад, шеф. Только я сначала кофейку выпью. Куда? Переодевайся. Работает. Я съем свой колпак, если узнаю, что кто-то из моих ходил к вам. Тогда приятного аппетита. Ах вы сволочи неблагодарные. Чьё это? Молчите, инвалиды. Ничтож. Принятатель. Иуды. Что это сделал? Истериоты богатые. Признавайтесь, уроды. Ненавижу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай еще. Костян, смотри. Какое у нее гнездо на голове. Угу. Красивое. Она че, тебе нравится? А? Че? Нет. Опа, очки. Костян втюрился. Нася. Сейчас. Ты че совсем? Зачем? Тебе тут, Костян, что ты хочешь сказать? Че надо? Тебе заняться нечем? Давай, иди отсюда. Настя, мы просто хотели тебе сказать, что у тебя очень красивая подчастка. А ты дурак. Ты реально дурак, Костян. Моя слава тебе нравится, но будь смелее. Ладно. Я пошел готовить. Я тебя, между прочим. Кто же с вас мог так со мной поступить? Может? Инвалид! Я же сказал не размораживать эту рыбу! Лёва, знаешь, когда ты станешь шефом? Когда куропатки будут не летать, а плавать? Потому что это пахнет рыбой! Два метра бездарности! Да не. Кому ж я так не угодил? Ух! Олухи! Эстари! Огуски! Огрызки! Тормоеды! Черт его знает. Ну ничего. Я им сейчас такой супец забабахаю. Они все офигеют. Слушай, Косток, Олень, ты свой палец трешь? Да, че струй тот еще супец нам забабахаешь. Пойдем со мной. Вот плита большая, здесь всем не мешая, Будешь ты варить на суп. Вот твои хлебочки, сливки и морковка, вот и лук варим. Лавров, ты все понял? Да. Ну приступай. Угу. Привет. 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 Хотела тебя поблагодарить за вчерашнее. Да, все нормально. Тебе поручили приготовить обед? Ну да. Поздравляем. А, доктор, смотрите, это сегодня вышло из моей задницы. Не волнуйтесь, я сейчас проведу анализ. Ммм, как вкусно. Вы знаете, я спешу вас поздравить. У вас там очень плодородная почва для выращивания моркови. Да, да, это уникально, уникально. Я очень рад. А что, совсем дебилы? Федя, к шефу. Заходи. Здрасте. Руки вверх. Шеф, это чего? Это детектор лжи, Федя. Другого способа поймать крысу у меня нет. Для начала я буду задавать простые вопросы. Отвечайте только «да» или «нет». Это ясно? Понятно. Я говорю «да» или «нет». Да. Скажите, сегодня среда? Да. Так, вы повар? Ну, а кто я по-вашему? Врач, что ли? Отвечайте «да» или «нет». Ну? Ну, да. Хорошо. Ваше имя Федор? Да. А вот скажите, Федор, а вы когда-нибудь нарушали закон? Чего? В смысле? Ну, приходилось ли вам когда-нибудь там убивать человека? Человека нет. Коллег, ты ходил на собеседование в соседний ресторан? Говори, живо. Ходил? Нет. Свободен. Можешь идти. И позови там Сеню. Ага. Послушайте, он же не Федор. Я помню, он убил человека. Да неважно. Главное, что это не он ходил на собеседование. Следующий! Ну, давай, прояви инициативу. Девчонки любят смелых. Девчонки любят смелых. Девчонки любят смелые. Девчонки любят смелых. Тоже я внёс. А полкило икры? Нет. Да. Простите меня, шеф. Это ты ходил в соседний ресторан на собеседование? Нет. Нет. Тёку. Да? Ну, ну, ну говори, да или нет? Да? Ну, да? Да или нет? Да? Танчик отвалился. Ну, должно быть, готово. Точно готово? Лавров, ты меня не обманываешь? Лавров! 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 Лавров, ты чего здесь разлёгся? Что вообще? Что происходит вообще здесь? Так, приводи себя в порядок, и быстро к шефу. Кость, мне коньяку, триста грамм виски, два по сто. И три чайника Ройбуша. Сделаем? Угу. Чего мы стоим? Давай уже, а то мне реально холодно в таком виде. Настя, а… Что? У тебя прическа сегодня очень прикольная, очень прикольная такая вся. Спасибо. С цветушками такая. Как у овечки. Сам ты овца. И последний, кого мы ещё не проверяли. Это ты ходил в соседний ресторан на собеседование? Да или нет? Нет. Я не понял. Это что получается? Я столько времени угробил на эту фиговину, и мы никого не нашли? Да я при помощи столового ножа информации больше бы нарыл. Знаете что? Что? Я попросил бы. Просите. Техника импортная, между прочим. Импортная. Шеф, а я могу идти, а? Вали отсюда. Кстати, ты обед приготовил? Да. Почти приготовил. Ты что, мне врёшь? Шеф, ну что? Я вас никогда не обману. Вот, полюбуйтесь. Шеф, вы для меня как отец. Извините. Ушастик, а мы вообще сегодня есть будем? Пять минут. Ну ты уже пятнадцать раз об этом говоришь. Приятного аппетита. Спасибо. Костян. Как дела? Плохо. Мы меня теряем. Костян, ударь меня. Чего? Ударь меня. Да не буду я тебя бить. Ну ударь, мне проснуться надо. Ты что, сдурел? Зачем так сильно? Ты меня попросил сам. Фу, ну разве пободрее. О, мне так же. Я так понял, свидания у тебя не будет, да? Угу. И опять сморозил. Не получается у меня красиво, как у тебя. Ну чувак, это мы годами учатся. Слышь, слышь, а может ты с ней это поговоришь, объяснишь за меня, а? Ладно, у меня как раз минут семь есть. Слышь, может тебе еще разочек вдарить? Не, не надо, Костян, не надо. Не-не-не-не. Настя, мне надо с тобой поговорить. Дело в том, что у меня есть друг, которому ты очень нравишься. И? Что? Друг, которому я нравлюсь. Да, друг, которому ты нравишься. И вот, он хотел с тобой познакомиться поближе. И он бы хотел пригласить тебя на свидание, потом жениться, потом дети, кошки, собаки. Я поняла. Парни всегда так про друзей говорят, когда про себя сказать стесняются, да? Максим. А? Да. Я так и знала, что между нами есть космическая связь. Так здорово, что ты это сказал. Угу. Настя, горячее! Ой, у меня уже горячее готово. Я побегу. Мы с тобой потом поговорим, да? Да. Злой, как палтус, вперед, нереста. Да не говори. Вопрос устроил, какой-то аппарат притащил. Что хотел, кого искал. Я от испуга прям ничего не понял. Он искал тех, кто на собеседование ходил в соседний ресторан. Да ладно. Что, серьезно? А, слушай, а что было собеседование? Я бы тоже сходил. Да давно бы все сходили. У меня просто очередь из вашего ресторана. Вы мне принесли свое резюме? У меня к вам совсем простой вопрос. Как у шеф-повара, к шеф-повару. Слушаю вас. Кто из моих людей приходил к вам? Елена Павловна, там очень срочно нужно подойти. Подойдите, пожалуйста. Да-да, конечно, конечно. С удовольствием я вам ответила. Не могу. Не сдаю своих людей. Каких своих? Это мой человек. Мой. От рукоятки, ножа до кончика колпака. Так, хочу с вами поболтать. А нет времени. Надо идти. Работать. Выход найдете? Найду. Ну, хорошо. Работать тварь. Мы сегодня есть, вообще будем или нет? Будете, будете. Все готово. Сейчас вы пальчики оближете. Суп-пюре, которого никогда не пробовали! Не то месиво, которое обычно лопаете! Что за фигня? Спасибо, я сегодня на диете! Подожди, это вкусно! Наверное! Какой красивый супчик! М-м-м! Вкусно! Пардон, это же мой краситель! Я думал, я искал, я потерял! Подождите, вы куда? Это же реально вкусно! Правда, вкусно? А еще прикольно, как будто мореж! У нас у капитана такой же язык был, когда он всплыл! Можно мне добавки? Ах ты скотина! Шеф, у нас огузок опять отличился! Еще ковак! Вот как ты меня отблагодарил за мою доброту! Я тебе шанс дал человеком стать, а ты скотина-то! Шеф, ну нормально же, супчик получился! Две минуты! Две минуты на то, чтобы ты собрал свои поганые вещи! Что за крики? Что? Шеф, ну я… Вон я сказал! Вон! Не желаю ничего слышать! Я ему устрою! Эту тварь ни в один ресторан не возьмут! Ни в кафе, ни в школе, ни в столовой, никуда! Надо поговорить! Аркадий, ты можешь ее послать? Нет? Тогда я сам пошлю! Макс! Не ходил на собеседование! Да? Да! Это я ходила! Это мои контакты, на всякий случай! А так я позвоню вам через пару дней, мы обо всем договоримся! Я уверена, что он вам понравится! Он очень перспективный парень! А ты всех своих бывших на работу устраиваешь? Нет, только избранных! Витя, ты же все равно не дашь ему вырасти! Сколько талантливых поваров ушли с этой кухни? Десять? Двадцать? Витя, ты невыносим! У тебя вообще нет людей! У тебя все инвалиды, а гуски и придурки с дебилами! Послушай, тебе же вообще на всех наплевать! Потому что для тебя самое главное – это твое собственное эго! Мне просто жаль парня! Ты просто его загубишь! Ты ему не дашь! Хватит норовоучений! Сама не лучше! Да, я тоже не подарок! Но я своих людей пока на детекторе лжи не проверяю! Я могу сказать Максу, что он не уволен? Можешь! Только ты, Аркадий, меня и понимаешь! Ты куда? Куда-нибудь! Меня только что уволили! Да, точно! А может, он пошутил? Он нас любит шутить! Да, очень смешно! Ты Лаврова не видел? Может, ты останешься? Я тебя спрячу! Как гуся в бар! Максим, я не хочу, чтоб ты уходил! Я тоже! Ты не переживай! Теперь у тебя есть я! Макс! 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 Макс!